Так, коллеги, добрый день. Мы сегодня с вами проводим первое заседание Федеральной конкурсной комиссии по организации проведения Всероссийского конкурса «Лучший проект в создании комфортной городской среды». Напомню, что идея проведения этого конкурса была поддержана президентом страны на форме малых городов и исторических поселений, который проходил в Толуне. Всего по итогам конкурса будет отобрано порядка 80 победителей, 20 в категории исторические поселения, 60 в категории малые города. А при этом категории малые города будут разделены на 4 подкатегории, исходя из численности населения, по каждой категории, соответственно, будет по 15 победителей. Я думаю, что это правильно, это справедливо и честно, поскольку у нас малые города, они имеют разную численность населения, и с этим требуется разный уровень поддержки. Для каждой из этих категорий будет установлен размер племени, для исторических поселений мы договаривали, что в среднем это будет по 50 миллионов рублей, для малых городов в зависимости от категории, от 30 до 100 миллионов, соответственно, или для совсем малого города, менее 10 тысяч человек, 30 миллионов, вполне неплохая поддержка в части благоустройства. Ну а для крупного, извиняюсь за такую формулу, крупного, малого города, конечно, такая сумма не даст эффект, а 100 миллионов уже, конечно, это кое-что для такого муниципалитета. Общий объем призывового фонда составляет, как вы знаете, 5 миллиардов рублей. Следующее заседание комиссия установочное. Мы рассмотрим и поголосуем за им документов, необходимых для работы комиссии и проведения конкурса. В том числе регламент работы комиссии, нам нужно его утвердить, форму конкурсной заявки, методику оценки конкурсной заявки и составы обучих группы для организации проведения конкурса. Все это крайне важно, потому что очень часто наши коллеги и субъектов Российской Федерации и муниципалитетов жалуются, что мы не знали регламент, мы не внимательно смотрели на форму конкурсной заявки. Это касается многих конкурсов, проводимых и реализацией программ, которые у нас реализуются не только даже по этой сфере деятельности, по многим направлениям. Очень часто. Нам кажется уже, что мы настолько все это изучили и вроде бы так много говорим об этом с нашими регионами, руководителями, с литературами, курирующими в нашей области. Еженедельные селекторы проходим, а потом, когда приезжаем на место, выясняется, что то, что нам показалось, мы обильно снабжали информацией о нашей регионе. Они все до них доходили и все внимательно они изучали, смотрели, поэтому нам нужно над регламентом, над формой, над методиком проработать досконально и самое главное это заявить и повесить во всех наших открытых источниках. Передаю слово секретарю нашей комиссии, директору департамента Борисовича, Александр Николаевич, прошу взять слово, пожалуйста. Спасибо, Николай Александрович. Если позволите, я положу некоторую техническую информацию о заседании нашей регионе комиссии. Состав федеральной комиссии в соответствии с функциональным правом оказания поддержки и проведения конкурса утвержденного восстановления правительства 27 марта номер 237 утвержден министром строительства жилищно-коммунального владельца. Николай Александрович, умеем, утвержден этот состав на основании тех предложений, которые мы получили от вас, уважаемые коллеги, и тех предложений, которые сформировались самостоятельно. У нас в состав федеральной комиссии входит 17 человек, на данном заседании у нас присутствует, точно присутствует 11 человек, и два члены комиссии представили весьменное мнение по представлению документов. Это Кузьмин Александр Викторович и Абдуков Андрей Владимирович. По уважительным причинам не смогли принять участие в заседании комиссии Муаков Василий Николаевич, правительозноситель министра культуры Российской Федерации, в соответствии с нахождением его в отпуске. Абдукова Абдукова Абдуковна, директор Института медиархитектуры и дизайна «Стрелка» Абдукова 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 А Доседание комиссии считается правомышленным, если в нем вы имеете участие, половина более членов от федеральной корпусной комиссии. Мы не стали дистрибционными подходами, чтобы определять полное заседание. Исходя из этого, у нас есть полное заседание. Теперь, если можно, к общим моментам. Я хотела вам рассказать, что стал материал, который мы нашли, вы туда приключите, пожалуйста. А, презентацию. Спасибо. А можно тогда следующий слайд? Здесь, уважаемые коллеги, представлены на основных металлопрогическую процедуру. Мы хотели бы показать вам, как будет выстраивать наша работа в течение апреля месяца, в течение мая месяца. Напомню, что подведение итогов и определение опубликателей в соответствии с постановлением так же, что мы должны сделать на 1 января 2017 года. И очень активная работа, именно наша с вами, федеральная комиссия, приходится у нас на май месяц. 27 апреля он завершается в течение мая месяца, мы должны будем эти заявки рассмотреть, принять решение на пропуске и не пропуске на заявок. По дальнейшему участию в конкурсе провести экспертный отбор в соответствии с методикой. И мы должны определить победителей конкурса по результатам публичной защиты. Как уже сказал Михаил Александрович, на всякий случай еще 5 категорий и подгрупп, участников конкурса, исторические веселения «Новые города». И укрупненных 3 этапа работы по отзывам заявок. Первый этап – техническая экспертиза, как я сказала, или отклонение конкурсной заявки. Второй этап – экспертный отбор. Третий этап – публичная защита, чтобы у вас было это представление. Я тогда слышала название, сейчас на этом этапе пока остановлюсь. И я бы хотела сейчас вложить по первому вопросу по регламенту работы Федеральной комиссии. Как этот документ у вас всех, мы присутствуем материалом. Мы направляли это заранее, потому что вы сами это работаете. Этот документ, в общем-то, при подготовке регламента, скажем так, брали традиционно, как работают такие большие масштабные комиссии. Соответственно, регламент определяет, как работает комиссия, в каком порядке она проводит заседание, какие вопросы она рассматривает. Предлагает полномочия председателя, заместителя председателя комиссии. Предлагает право голосования. И я хотела попросить вас особо обратить внимание. У нас поступили предложения от членов Федеральной комиссии. Письмо решило коллегом. Мы отдельно там что-то слили для того, чтобы вы видели какие поступили предложения. Все эти предложения мы включили, посмотрели. И предлагается всем предложениям, которые вставлены в выпуске по Надеже Стабарисовне в табличке. Это первая позиция учесть, потому что действительно это правильно уточняющее положение. И о том, что я не буду защитывать. Они в принципе все под глазами есть, эти материалы. Далее у нас поступили предложения от Максима Андрея Николаевича. Здесь тоже мы предлагаем честь. Все предложения, которые поступили. Единственный момент в усмотрении Андрея Николаевича было предложение отнести к полномочиям Несоединственной рабочей группы направление запросов информации по связи с проведением конкурса. Сейчас у нас эти полномочия приведены в полномочиях Федеральной комиссии. Но есть предложения из полномочий и для Федеральной комиссии, тут смотрите, и для Несоединственной рабочей группы. На наш взгляд это будет в полном объеме. Если Андрей Николаевич поддерживает, то тогда мы в одном контексте это учитываем. Это тоже предложение, это даже были вопросы от Андрея Андреевича Покорева по поводу проведения торжественной церемонии. Был вопрос, зачем необходимо проводить торжественные церемонные награждения. Но, в принципе, мы с учетом статуса конкурса все-таки предлагаем сделать седьмую действительно торжественную, если вы ее сделаете, делаем ее и, если я не согласна, то мы из положения тогда оставляем. И далее остальные предложения мы очкиываем. Был вопрос, почему именно 160 заявок мы отбираем по результатам экспертного отбора, мы тоже прокомментируем с учетом большого количества заявок, с учетом большого количества победителей, то есть предложение в рамках экспертного отбора отдать топ, 160 победителей, вернее, топ лучших, и дальше из них уже признать победителей. То есть это, в общем-то, тоже мне объяснение. Поэтому, если данных случаев нет к этому документу, может, предложение замечаний, то есть предложение, Николай Александрович тогда проголосовать за его принятие, с учетом большого количества права. Спасибо. Спасибо. Поддержавшихся и против них. Спасибо. Да, спасибо. Я хочу, коллеги, не сказать, что у нас идет, ну, положено право, не задать наше поседание, и все это будет. Хорошо. А, еще и представление, спасибо. Да. Там это подтверждение фону выпускной заявки, это тоже важно, что был виден на фон, и бывает, что все это было доведено на регионах, в том числе. Следующий, следующий вопрос, да, это подтверждение фону выпускной заявки на участие в конкурсе, и технических требований к ее оформлению. Опять же, тут смотрим обстановление правительства 237. Здесь, в общем-то, состав, опять же, материалов он был. Мы утверждаем именно формат документов, как нужно оформлять документы, для того, чтобы мы получили с вами системную, однообразную информацию, чтобы муниципалитеты четко понимали, где, что, какие моменты им нужно адресировать, писать. Поэтому мы предлагаем форму заявки, формат изложения материалов, и технические требования, они, по сути, разъясняли форму заявки, подсказывая, уже давая более подробные комментарии о том, как должно быть заявка для того, чтобы она была дальше подпущена в конкурсе, и принимала участие в оценке. Я бы тоже хотела обратить внимание, у нас поступили предложения членов федеральной комиссии, очень большое и огромное спасибо, тоже обратить внимание на отдельные документы, вон в ваших материалах есть, это те замечательные предложения, которые мы предлагаем учесть для окончательной редакции заявки. Первое предложение апостолевы Надежды Парисовны, ее предложение, мы предлагаем эти предложения все в честь, и выписать в буржуковом документе, который мы с вами исследуем. Предложение у нас представила Елена Ивановна Григорьева, вот здесь необходимо предлагается обсудить эти предложения. Я, если позволите, сейчас немножко, у нас поступили еще предложения у Андрея Владимировича тоже, они здесь все изложены, которые мы также предлагаем учесть, потому что они действительно делают заявку более понятной, более такой точной, да, и муниципалитетам опять же будет удобнее работать с такой формой. А по предложениям Елены Ивановны, здесь, как коллеги, предлагается обсудить предложения, то есть, может быть, Елена Ивановна, тогда вы прокомментируете, и мы уже примем решение с учетом федеральной ответственности. Два моих предложения, по поводу ТУ-7 и по поводу ТУ-8, раздела заявки по поводу схемы и пояснения экзаменов, в принципе, об одном и том же, о том, что в этих разделах должно быть указано то, что относится к территории проектированного, к территории проекта для документации разного уровня. То есть, в проекте планировки, то, что касается этой территории, должно быть указано в повознительной записи, процитировано. В ПЗЗ, не только в ПЗО, но и в ПЗЗ тоже, и как-то схемы кадастров и межелания тоже сильно облегчат путь проекта к реализации. Это можно более коротко изложить, чем у меня изложено. Просто отражение данных по этой территории про документации разных уровней и перечислить эти документы. Вопрос такой. Если мы после затыдевания и победы от конкурсной заявки, нужно будет кратко коммутацию менять, с учетом этой концепции, которую вы видите диагонически у нас. Ваши предложения. Мы обычно делаем так. В прояснительной записке указываем все, что соответствует нашей концепции, но если в чем-то мы расходимся, мы указываем, что в проекте планировки требуется принести изменения. Есть предложение не ужесточать, не сжимать эти рамки, чтобы мы с вами не указали, чтобы мы изначально не ограничивали муниципальные образования в своих амбициях. Потому что если мы на конкурсе только то, что уже документация есть, мы даже принимали тех, кто делает эту заявку, мы сильно их уже ограничили. Есть предложение не делать этих ограничений, чтобы они творчески подошли. В случае победы на конкурсе, понятно, что по процедуре им придется скорректировать соответствующую документацию. Мне кажется, тогда нацикровать эту возможность просто не стоит. Есть такая позиция о том, что по итогам конкурса победитель, администровался, или кто-то смогу сказать, мы подписываем обновленную реализацию в мероприятии проекта, и все эти моменты мы можем в этом графике назвать. А можно? А можно? Да. Такое-то, как компаниза, а может быть просто так и попросить их написать. Требуется изменение? Нет, нет, нет. И все соответствует. И все. Либо все соответствует, либо нет. Нам, чтобы реализовать проект, надо там, не знаю, ввести изменения проекта. Что-то надо думать. Понимали? Включая формирование стадии проекта, что у них есть еще одно изменение? Да. Это даст им свободу и одновременно даст нам понимание. У нас же предложение. У них предложение принять с учетом инфеккорректировочным делом подробную расшифровку, а просто предлагаем сразу доказать, что потребуется из них. Я вам спросить, еще одно предложение. Коллеги, старшего поздравления, я хочу обратить внимание на то, что топографические съемки по мониторингу у многих малых городов сейчас нет. Инженерно-пиологические газостроения по беженству тоже нет. То есть предлагается все-таки рассматривать это как то, что будет подготовлено к созданию проектирования в случае прохождения проекта. Коллеги, можно тоже? Да, пожалуйста. Я вот тоже поддержал коллег, потому что состояние документации на строительном малых городах и малых снижениях в столе жилось в общем очень много. Поэтому, может быть, еще раз надо посмотреть, чтобы сильно не ограничиваться. Это очень важно, правда. Это первое. И второе, у меня возник, потому что это поправленный вопрос. Я благодарен коллегам за то, что они обратили внимание, что зоны охраны, скажем, мягко, в общем, скажем, далеко не везде они, очень мягко, да. Но у нас же, Владимир Владимирович, если я ничего не путаю, есть теперь изменение закон действующих, которые говорят о временных защитных зонах. Поэтому, может быть, вот такая формировка возможной границы зоны охраны, она не совсем не будет, мне кажется, правильной. Либо нам упомянуть временные защитные зоны, которые, как вы знаете, там циркули рисуют, сюда стоили 200 метров. Это просто норма закона, она уже действует. Либо вообще ничего не писать, потому что у нас есть такой инструмент сейчас, временные защитные зоны. Если зоны охраны нет, тогда мы берем цирку 100-150, на 200 метров считаем закон, там все еще прописано. Наверное, нам нужно ссорить. Спасибо. То есть, если вам не делаем такую оговорку, что если вы потребляете изменения, это принимается, да? Да. И повторяю, проблема номер два, то, что есть понятие защитные зоны, они у нас не отражены. Это 73-й закон, фабрировка. Поэтому надо их либо упомянуть, либо вообще тогда про это не писать, мы разговаривать, что мы не так действуем. Я понимаю, предложение не писать. Не нужно, мы понимаем действительно качество и состояние документации в муниципалитетах, давайте не будем их охранить. То есть, они должны документацию привести в состояние и начинают заработать и рисовать проект. То есть, предложение убрать. Не надо вообще. Да. Да. Наверное, спасибо. Андрей Владимирович, это было как раз мое предложение по корректировке этого пункта. Я как раз поддерживаю то, что и вы говорите, как третий элемент. Предположим, у нас есть исторические постеления. Если из всего перечня документов выбирать самое главное, здесь вообще надо сказать, что есть один документ, который вам нужен для оценки. Это корректировка. потому, что чем отличает историческое постеление друг от другого? Именно зоны охраны памятников. И абсолютный факт, что они нигде не установлены. Ну, практически нигде не установлены. Но вообще не соотнестись к этому и не получить информацию о том, установленное, не установленное, есть временное. Ну, это новостность. Поэтому я предлагаю дополнить просто сюда, чтобы дали либо описание зонограны, если они есть, временные, вот эти границы, если они есть, а если нет ни того, ни другого, хоть что-нибудь напишите, чтобы понимаете, какие у вас примерно попадает в вас территория благоустройства, потенциальные границы не попадают. Но это самое главное многоисторические поселения. Поэтому вообще требовать они чего угодно, ПСЗ, гелпланы, инфраструктуру и так далее, и не требовать описания понимания ими состояния зоноохраны написать неправильно. и так, ваше предложение написать как? Написать так, что дайте нам границы зоноохраны, если они есть, если их нет, но есть временные, как они там называются, дайте их, а если и этих нет, дайте хотя бы описание возможных потенциальных границ. это как раз ваше предложение по техническим требованиям, которые мы предлагаем учить. Коллеги, у нас еще есть замечание по предложению по техническим требованиям заявки, как раз то, о чем говорит Дмитрий Борисовна, в этой табличке отражено, и мы предлагаем учить. Давайте еще немножко без удовольствий. Я, видимо, не нашел, может поправиться меня, я не вижу здесь состав собственной проектной группы, которые планируют реализовывать эту работу. То есть это могут быть архитекты, реконструкции, администрации, инициативные группы. Житьщие, да? Мне кажется, что нужно понимать, кто конкретно будет распоряжаться этими деньгами. Можете ошибаться. Мы предлагали, были такие предложения, мы предлагали состав такой проектной группы, в общем-то, тот набор специалистов, которые будут заниматься реализацией проекта, описать уже составление графика реализации. Когда они уже будут понимать, что они победители, когда мы будем сбивать этот график, мы все судьями, муниципалитетом в рамках этого графика это мероприятие, мы будем смотреть. Номерование такой проектной группы, ее работа уже в рамках реализации права. Ну, мне кажется, вопрос реализации самого проекта зависит конкретно от тех людей, которые, собственно говоря, учтены в этой группе. Поэтому для меня это, пожалуй, самый важный критерий. можно наоборот придерживаться Николаевну? Хорошо. А если победил город Елец? А проектная группа, которую реализовывать этот проект, не та, которую создавал субъекты, муниципалитет, по-моему, какие наши вести? Понимаете, после победы, после победы, если это победа, то проектные группы готовят проект, готовят этот процесс, а потом, очевидно, совершенно, что в случае победы, в деле финансирования, состав этой группы может существенно измениться. Ну, а главное, что мы-то с вами, как это делать? Ну, хорошо, изменил муниципалитет, город, эту проектную команду. Наши вести, как и федеральные власти, которые дают эти деньги, мне кажется, не критерий, очевидный, отслеживание не подлежит. Более того, если мы будем ограничивать, то нет, запишите те, кто будет реализовывать, мы опять скопаем руки нашему уважаемому органу местного управления, говорите, давайте и будем это делать. Я единственное финальное замечание скажу, что очень часто подобные инициативы исходят от архитекторов, которые зачастую являются центрами экспертизы на местах, и, наверное, так бывает, что на первом этапе это додерживается, потом архитеты меняются, на мере непрофицированных и, к сожалению, организации получатся совсем не такой. Здравствуйте. Как раз задача нашей с вами, Федеральной комиссии в том числе и Министерства обеспечить сопровождение и контроль выполнения и соблюдение этой концепции. но персоналию сейчас фиксировать и ограничить право поменять персоналию просто не может это было бы несправедливо, нечестно. А мы не можем просто хотя бы с точки зрения информированности нашей первой комиссии ввести этот пункт? Давайте, если это возможно. В качестве информации. Про информирование комиссии в том числе в том числе если вы позволите здесь есть важный нюанс. Сейчас обратная ситуация. Министерство показывает, что очень многие регионы судеб противовлекают известное архитектурное бюро и бренд-неймы среди архитекторов для того, чтобы разработать свои заявки. У большинства это включает в себя обучение и работу с локальными архитекторами. Предполагается, что крупная известная компания задает концерт, после чего она вместе со знанием и определенным сопровождением передает его именно местным архитекторам. Но с точки зрения информирования эту информацию нужно как-то разграничить с заявкой, поскольку известные имена архитектора будут оказывать влияние своим авторитетам и опытом на беспристрастное судейство в рамках этого конкурса. Поскольку, когда вы видите разработчика Нарина Кирчева, вы понимаете опыт, и эксперт не сможет не реагировать на это. Если вы видите неизвестного вам локального архитектора, архитектора, который работает на местном уровне, его заявка и качество может быть не менее качественным, не менее талантливым, но его никто не знает, он автоматически будет проигрывать в действие. Что из-за предложения компромиста. Мы давайте договоримся, заявки укажем, что предполагаемый состав и жирные буквы напишут, что не вправе этот состав, то есть этот состав проектной группы и организации не может расцениваться в качестве критерии оценки той или иной заявки. Пусть он будет, мы заодно информацию накопим о тех локальных архитекторах, но всех экспертов, судей, которые и в конце концов члены федеральной комиссии прекрасно понимают, что наша задача найти новые таланты, а не только забивать всех известными именами. Давайте договоримся. Подождите, я ничего не выдала. У нас никакого предполагаться состава не может. У нас они потом должны в год про бюджет музыкомандательства конкурс проводить и объявлять. Как это они предполагают, кто выиграет конкурс? Единственное, мы сейчас можем получить эту информацию о тех архитекторах, которые участвовали в подготовке предпроектных описаний, которые на конкурс поданы, а никак непредполагаемого реализатора проекта. так вообще не можем. Можем только кто на этой стадии подальше заявки участвовал. Да. Так может это имеется, но предлагается вот с учетом в том что есть для предприятия. Дамы и коллеги, кто за утверждение? Прости, партнер, вы сдерживаете? против? Спасибо. Спасибо. Дальше двигаемся по методике. Следующий вопрос. Коллеги, я вынужден с вами попрощаться. не надо по методике материалы и на то вид, что вам было бы воспринимать. Какие у нас основные этапы оценки заявок? Методика содержит описание этих этапов. Прежде всего, это, безусловно, первый этап получения заявок на бумажном носителе в электронном виде. Путем размещения заявки на сайте, о чем мы подробнее скажем. Сейчас расскажу вам подробнее в рамках этого вопроса о том, как работает наш штаб. Первый этап это техническая экспертиза. Это проверка заявки на предсоответствие всем установленным требованиям, в том числе этой формы, которую мы с вами утвердили в готовом этой проверке. Составляется по каждой заявке лист проверки и составляется итоговый отчет технической экспертизы, который утверждается международной рабочей группой на седании соответствующим удачу, и оставляется на рассмотрение федеральной комиссии. По итогам первого этапа федеральная комиссия принимает решение какие заявки допускаются, соответствуют установленным требованиям и допускаются участие в конкурсе, и какие отправляются. Второй этап проведения оценки это экспертный отбор конкурсных заявок в целях определения тех представителей, которых мы допускаем в публичной защите уже в целях определения финалистов конкурса. Точно так же оценку проводит каждая допущенная заявка. у каждой заявки составляется соответствующий лист и делается итоговый квалификационный отчет, который рассматривается, утверждается на заседании университетных группы и по результату квалификационного отчета мы предлагаем определять не более 160 конкурсных заявок, которые дальше идут на уже третий этап конкурса на публичную защиту. Публичная защита она осуществляется в виде презентации первоначальных заседаний экспертных групп в рамках каждой категории, которая у нас с вами отбирается. Она осуществляется представляется этой презентацией главой муниципальных образований, который представил заявку представителем автора проекта. Мы регламентируем продолжительность этой презентации и понимаем, что это очень большой объем и нам нужно предупредить в какое время в какой формате они должны представить свою презентацию. Дальше по итогам публичной защиты определяются победители конкурса, составляется итоговый отчет, который представляется наседание федеральной комиссии и определяется победителем конкурса. Вот ваше минимальное представленное структура итогового отчета, где в подробном виде по каждой категории будет определено, как была оценена заявка, какое количество баллов данным правой. Далее мы подтверждаем заседание группы и представляем рассмотрение федеральной комиссии, которая рассматривает отчет, принимает решения, определяет общую определенную премию для каждой категории и по сути прописывает продавку. Критерии оценки заявок у нас определены установлением правительства с 1 марта 20.07. Мы предложили широкую критерию методологии методики, которые представлены с определением количества баллов укажены у нас критерия. Отдельные у нас критерии по категорическому поселению и отдельные критерии по новым городам. Дальше это следующий этап. У нас поступили предложения к методике оценки конкурсных заявок. эти замечания и предложения представлены в ваших материалах. Часть этих предложений мы уже предлагаем честь предложений поддерживаем военных по отчасти предложения и здесь я бы попросила после этого мы просто обсуждали предварительно проговаривали действительно могут быть разные подходы насколько она должна быть подробнее с ответными показателями но мы решили предоставить это на рассмотрение комиссии и итоговое решение на то чтобы вообще исключить из детализации методики индикаторы и немножко к другому организовать методику как бы весов непосредственно оценки что я имею ввиду на сегодняшний момент предложено в таблице 1 и таблице 2 следующий наоборот достаточно сложный подход каждый критерий детализирован на индикаторы которые с моей стороны каждый из них вызывает одно число возражений но каждого своя позиция я потом приведу примеры что но каждый индикатор вызывает возражения поэтому предлагаю не разбивать индикаторы второе применение трех методических подходов к оценке в баллах этих индикаторов первое это суммирование второе это выбор одного из них третий предлагаем интервал в котором надо поставить точку но так обычно не делают отход и поэтому предлагаю унифицировать в случае если останутся унифицировать подходы третье это предлагается разный вес приписывать каждому такому критерию критерию в частности это уже в табличке 3-4 а здесь нет здесь нет ну ладно ну ладно то есть тем самым заранее зафиксировано что важнее что менее важно и критерии по какому что-то отнесено наиболее важным параметрам что-то к среднему а что-то к менее поэтому я бы тоже предлагала от этого отказаться поскольку это может вызвать еще большое количество споров в результате мое конкретное предложение значит воспользоваться исключительно таблицей 3-4 то есть критерия в которых отелок рубалов задать единообразно для каждого критерия предметного для 10 и единственное исключение какое можно сделать это для критерия доли внебюджетных средств которые здесь тоже у нас некие расхождения как в предложении состоит в том что критерии которые зафиксированы в восстановлении правительства как доля внебюджетных средств сейчас предложено под словами внебюджетных средств и понимая средства судебных федераций муниципалитетов тоже ну что просто я понимаю цель как бы преследовать коллеги как бы мы это дискутировали но просто по определению небюджетные средства это небюджетные средства они немало включают средства смерт муниципалитетов хотя это единственный критерий который поддается численной конкретной дифференциации тем более она считается в каких-то цифрах и последнее что хотела бы просто привести пример если пускаться на уровень там обсуждения почему мне не нравятся индикаторы на мой взгляд внутри меня нет такой системы критерий что сохранение например критерий 2 табличка 1 критерий 2 да сохранение историко-предостроение природной среды мы предлагаем систему индикаторов сохранение это самое плохое оказывается лучшее это улучшение состояние понимаете вы будете за голенья спорить вот этот проект он сохраняет или улучшает и все равно это настолько качественное понимание я считаю что вообще объекта культурного развития надо сохранять а не улучшать но даже если коллеги предлагают что улучшать лучше чем сохранять то по каждому конкретному споре там учитывается сохраняется особенно природные тем более культурные объекты или в таблице 2 мало городов например критерий по идентичности сохранение идентичности восстановление частичное восстановление усиление идентичности и вот эти термины они для меня не имеют никакого значения смысла отклика понимания ну тут просто по каждому пункту ну там например экономический эффект в таблице 1 по поводу того что цена активов и движенности увеличивается это хорошо ну да для экономиста для экономиста это хорошо но для населения это плохо но мы как особенно для населения который приобретает жилья и когда ставится одновременно задача повышения доступности жилья спорят вот я к тому что каждое слово спорно вот я вы спросите я прокомментирую конкретную тему повышения стоимости недвижимости и для населения собственников недвижимости в этом историческом поселении это безусловно плюс а не а для тех кто хочет приобрести то население которое сегодня живет стесненно и хочет приобрести до них это итак Оксана Николай Ваши комментарии ну это действительно мы долго надеживать со мной и дискутировали по поводу предложенных подходов мы действительно исходили из логики следующей то есть чем подробнее мы расскажем и опишем как происходила оценка заявки тем во-первых понять не будут результаты этой оценки потому что муниципалитеты эксперты общественности будут видеть как происходила оценка что принимали что во внимание какие были внутри места и мы общаемся в том числе с экспертами которые мы предполагаем то есть для мнения коллегам считают более понятная открытая прозрачная система которая дает понимание как происходила оценка заявки по каким параметрам именно по каким параметрам поэтому здесь действительно такой момент дело вкуса для одних это может быть одна методология более общая предпочтительная для других более подробно развернутая методология поэтому мы предложили это обсудить на федеральной комиссии если позволит я дам возможность Сергей Георгиевский это наш эксперт который является заместителем руководителя это рабочей группы еще не является предполагается 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 подтверждение тоже если можно Сергей рекоментировать я разделил это на несколько вопросов что касается методики оценки при которой было сказано что она разная здесь три метра используется то действительно мы могли бы поставить от нуля и до определенного балла ведя единую систему подсчета во всех критериях это несложно это потребует минимальных изменений в предложенной методике здесь я полностью поддерживаю коллег что касается субъективности критерий мы с вами не выбираем в настоящий момент уже сформулировано закрытым перечнем постановления что касается их проктовки то в данном случае поскольку наш конкурс открытый конкурс предполагается что решение должно быть максимально беспристрастным объективным то индикаторы это и есть средство достижения максимальной унификации и максимальной транспоретности этого конкурса в данном случае оценка экспертов всегда субъективна ни один из экспертов не может акцендовать на абсолютную истину ни в одном из вопросов но для того чтобы избежать этого предлагается предпринять целый ряд во-первых в составе неожиданности на рабочей группы формируется пять экспертных групп соответствует номинации предложения во-вторых каждый эксперт каждое направление закрывается не одним экспертом а пятью экспертами по каждому из направлений которые соответствуют тем критериям которые здесь представлены чтобы у нас было не мнение одной школы одного выразителя этой отрасли а мнение одновременно пяти экспертов которые в диалоге и почтной работе должны будут прийти к единому мнению и третье все-таки учитывая большой интерес к этому конкурсу и то что мониторинг показывает что заявок будет несколько сотен здесь надо принимать объемы этой работы и нужно понимать что естественно будут вопросы на каком я был месте по какому критерию следить с каким аспектом кто и как оценил мою заявку и это требует определенного объяснения это объяснение в конкурсной практике которую мы знаем применяется в мире и в России оно может быть достигнуто двумя способами если объем заявок небольшой то это может быть достигнуто через индивидуальные итоги подробные изложения литературный текст со стороны авторитетного эксперта если мы говорим о конкурсах которые насчитываются выше сотни проектов которые на них выступают то везде используется цифровое выражение двух-трех уровней системы индикаторов которые позволяют абсолютно объективно точечно доказать оценку и позицию по каждой работе сформулировав это не так что вот у нас здесь есть общие критерии ну вот мы индивидуально на свое усмотрение приняли такое решение а показав что вот в этом критерии в соответствии с вторым четвертым шестым индикаторами эксперты пришли к единому мнению пять экспертов в этом критерии пришли к единому мнению что эта работа ниже выше соответствует это не соответствует потому что вот для чего они и заложены в тот момент когда мы с вами убираем второй уровень и оставляем только общие критерии без индикаторов у нас получается хаотичная оценка которые невозможно доказать и обосновать никаким образом публично и это снижает уровень воспалительности ответственности предложили частичному честь отвечать готовы нет я не согласна если коллега очень рамотный профессионал выставил правильный количественный подход тогда все индикаторы надо поменять если настаивают все формировки меня каждый не устраивает тогда надеюсь каждому пронизу его формировка не устраивает что передо мной этот проект который мы должны вам сказать он сохраняет текущее состояние историков строительства или улучшает идентичность выходит за спор сохраняет или улучшает по таким теме вы можете сохранять или улучшает идентичность частично восстанавливает как-то частично это не имеет значения мы же готовим вместе с коллегой которые грамотно обосновывают мы что абсолютной точной идеальной формулировки применительно к данному процессу невозможно у нас с вами есть развивка она очень простая развивка продолжать в течение пары месяцев дискутировать улучшает хорошо или сохраняет где-то улучшает а где-то сохраняет где-то сохранить а где-то еще где-то полностью где-то чистить то есть мы можем еще потратить несколько месяцев для того чтобы точить проблему это первый вариант ну вторая второй вариант значит утвердить так как есть может быть ну сколько экспертов столько мнений как с юристами но и понимать при оценке этих заявок все равно придется тем экспертам которые будут работать все равно придется исходить к суду из своего мнения мнение персонального может быть определенного субъективизма но исходя хотя бы из этих которые есть но коллеги я если можно тогда поставлю вопрос на голосование потому что мы можем вы правы но не найдем идеальных я предлагаю с учетом того что есть но была эта дискуссия с коллегами с экспертами заранее все пытались найти может быть не идеально по крайней мере значит по ним точно можно судить очевидный факт есть предложение проголосовать кто за предлагаемую методику оценки кто против если решение комиссии против значит сядем на несколько недель я предлагаю все прийти вперед прошу голосовать спасибо коллеги все же я попросил внимательно посмотреть потому что надежда борисовна обозначил такую конкретную проблему никто не против индикаторов если зря нас убеждали абсолютно нужная вещь но есть совершенно конкретные вопросы первое про методику действительно в каждом критерии в одном случае индикаторы складываются оценки из индикаторов в другом случае выбирается один из них но это методологически не очень верно это вопрос весьма сложный значит на самом деле нет здесь все правильно написано не бюджетные или средства бюджета с этим нет проблем например в Московской области к примеру есть деньги софинансирования проекта к примеру у Смоленской нет и я понимаю конечно что хорошо бы дать софинансирование но может быть такая ситуация в институте реально не могут дать отвердения а у него хороший проект и он заметно будет проигрывать потому что нет сроки населения во-первых в случае отсутствия сроки населения это беда а не вина поэтому для меня этот критерий очень спорный но бог бы с ним я бы с этим тоже мог согласиться с огромной натяжкой но второй пункт второй степень разработки второго критерия по историческим поселениям я не согласен принципиально потому что получается что изначально сохранение текущего исторического поселения сохранение историко-строительной природной среды мы даем два балла а дальше идут градации улучшения я действительно не очень понимаю как для исторического поселения сформулировать понятие улучшения понимаете как бы мы здесь не напоролись на очень неприятную вещь когда разрушение исторической среды котируется выше чем сохранение вот я считаю конкретно вот эти индикаторы недоработанными и как здесь быть пока не готов сказать но в таком виде это не годится для исторических вселенных совершенно точно потому что если можно построить по идентичности по формулировкам ну как оценить частичные вселенные ну ладно можно оценить а вот именно противопоставление сохранения улучшения средиоисторического поселения считаю он и вообще я не стал занимать время на вопрос что надо будет вернуться еще раз к вопросу потому что например просто говорим о том что прошли долгие дискуссии работали я не очень понимаю министерства культуры вообще участвовала в работе как предмет потому что не написали исторических поселений документацию которая называется границы предмет охраны исторического поселения но я не понимаю как это можно написать поэтому вопрос остается Андрей я предлагаю не драматизировать я не думаю что на несколько недель засягем но вот скажем отдельные индикаторы они вызывают вопрос управляющих исторических поселений по моему городам ничего если мы соглашаемся с тематикой что софинансирование так остается а вот с историческим поселением давайте перетягиваем это важно какой вот ну чтобы не о том что не о том будет ящик плохо конечно дискуссия может быть тем не менее что мы на точку и поехали иначе мы в этом составе долго собираться все-таки какой ответ критерий посещает вот меня смущает честно говоря набор индикатора по второму критерию здесь явное противопоставление то есть сохранение это плохо 2 вала частичное восстановлении это 4 вала улучшение состояния 6 улучшение состояния повышением ж 9 и ещё улучшение не очень понятно что такое улучшение состояния исторического поселения вот реально не очень могу понять как улучшение мнеsam не нравится улучшение который в качестве основного Это опасная дорога, штука, улучшение. Трудно сказать. Может быть, действительно, чуть-чуть поэдактировать и пойти по пути, как мы в пять критериях ввели, может быть, не очень удачное слово, идентичность в малых городах, а здесь как бы сохранение и восстановление, и частичное восстановление, условно говоря, полное восстановление или реставрация городской среды. Вот какими-то такими критериями, без слов, улучшение. Улучшение, ну, не годится улучшения для исторического света. Улучшить означает разломать и построить новые дамы. Ну, я его тренирую, но в опасной истории. Не все четвертого. Про все поселение. Вот я читаю этот критерий, сейчас вы тоже, как бы, не короче, одним словом, но я читаю этот критерий, потому что, простите, примените на проекцию, примените на коммуниципалитет. Вот, что тот проект, который будет реализован, улучшит состояние, в том числе, историко-городостроителей, природной среды этой среды и улучшит имидж этого поселения. Это не про то, что сломать историческое здание, историческое, и новоделы построить. Это про то, что в части самого, всего муниципалитета произойдет, соответственно, улучшение. Ведь давайте тогда, я тоже вопрос эвакуационный задам, а что такое сохранение природной среды этого муниципального образования. И мы с вами, понимаете, Сергей Ильинич, мы с вами сейчас опять уйдем в дискуссию. Правда. Зарыли, вы проколите, простите. Вот то, что вы предложили и вот эти материалы были разносаны у всех членов комиссии за долговли. Мы сейчас с вами начинаем... Согласен с вами, лучше можно писать. Но, опять же, если мы одинаково понимаем, что речь не о том, что мы надеем построить место исторических данных, но речь о том, что имидж этого поселения, природные среды этого поселения, архитектуры, гражданинные среды этого поселения должны быть улучшены, улучшены. Людей туда должно приезжать больше туристов и так далее, но речь о том, что мы одинаково это понимаем. Не в отношении конкретного, а дальше. Ну, сейчас, Андрей Ильич, давайте... Чаще всего, давайте коллегам оставим, дадим искать. Уважаемые коллеги, мы действительно здесь натолкнулись на некоторую коллизию. Это не противоречие, это коллизия между желанием максимально методически цельно обеспечить эту экспертизу, и в то же время желанием максимально публично правильно ее представить. Это конкретно, четко, с выверенным обоснованием. Мне кажется, что здесь мы можем найти реальный компромисс. Есть конкретное предложение. Значит, по пунктам. Во-первых, ну, конечно, мне кажется, стоит согласиться с Надеждой Борисовной, это легко сделать, переформулировать всю оценку в категориях от нуля до стольки, от нуля до двух и так далее. Это, в принципе, решаемая, легко решаемая здесь задача. Многим уже было сказано. Второй момент. Действительно, нужно изменить, переформулировать пункты два обоих разделов. Таблица 1 и таблица 2. Значит, мне кажется, что это можно сделать следующим образом. Вот вместо того, чтобы прописать градации улучшения или сохранения, разбить, как это сделано, в принципе, вот смотрите, в первом пункте, в третьем пункте разделе, да, в шестом разделе, вполне приемлемый вариант. Разбить здесь 2.1, например, сохранение историко-голодостроительной среды исторического поселения. Пункт 2. Сохранение природной среды исторического поселения. 2.3, сделать, например, обеспечение взаимосвязи с объектами культурного наследия, культурными ландшафтами. Пункт 2.4, обеспечение взаимосвязи с туристическими маршрутами. И пункт 2.5, обеспечение взаимосвязи с местами массового населения. То есть раскладывается каждый пункт вот здесь так, на оценку баллах, ее разложить вот таким образом. Подразделите. То же самое нужно сделать, в принципе, чуть-чуть побольше. Можно примениться на это критическое. То есть, это самый критический раздел. Раздел 2. Далее. Далее. Наверное, нужно... Можно сразу предложить? Можно я подключу немножко? Значит, уважаемые коллеги. Первый тезис. Вот мы сейчас начинаем штурмить. Надежда Борисовна спасибо огромное за ранее прислала свою позицию. У меня есть такое предложение. Вот мы проведем рейтинговое голосование. За основу поставим это в течение завтрашних суток, уважаемые коллеги. Предложение. Вопрос, чтобы мы муниципалитеты и субъекты не подставляли в течение завтрашних суток от Андрея Николаевича, от Сергея Евгеньевича. Надежда Борисовна дал уже предложение. Мы ждем, вот так вы сказали, разных подходов. Собираемся послезавтра у меня, формируем альтернативы прямо. Рассылаем в режиме заобщенного голосования то, что случилось. Ну, если по результатам заобщенного голосования все с новой редакцией согласятся, то без проведения дополнительного голосования, мы вносим эти изменения. Если результаты заобщенного голосования, или мы не крепим компромиссу, потому что, ну, это же разное экспертное мнение, либо не будет результатов заобщенного голосования большего балла, и дальше в комиссиях то оставляем эту версию, которая есть. Давайте так. Потому что мы сейчас начнем вправить и идем вдоль к исключению. Договорились? Можно только договорить? Да. Дмитрий Ильич, вы лучше не говорите, а лучше как раз. 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 vincia. Перевопачивая все эти объем заявок, представляя Федеральной комиссии те позиции, которые предлагаются в дальнейшем обсуждении. По такому двухстадийному, двухгруппному концепцию работы с заявками, учитывая ажиотажный спрос только по предварительным данным. То есть ажиотажный спрос, субъектов, огромное количество заявок. Ну давайте, доложите. Да, Голелия, мы представили состав, проект состава международной рабочей группы. У нас тут было два дополнительных предложения для включения в состав международной рабочей группы. От Андрея Николаевича поступило предложение включить еще на Воронину Светлану Викторовну и Трунову Наталью Александровну. Исполнитель и директор МАШКО контроль, руководитель рабочей группы по развитию общественного контроля в СВКО при Общественной палате и Трунову Наталью Александровну, руководителя направления подразвития Центра стратегических разработок. Предлагается участие кандидатуры для включения в состав рабочей группы. И от Николая Николаевича поступило предложение включить в состав рабочей группы Андрея Александровна Владимировна, он здесь присутствует, руководитель Раварова, помощника президента, и сотрудница Артура Артуровича, главного архитектора ООО «Союз-Понтрайф». Тоже как и сперта. Поэтому предлагается проголосовать за предложенный состав МАШКО, международная рабочая группа и будут с учетом вести бутылку по облику. Если нет, то понравилось. Есть возражения? Нет? Предлагаю проголосовать. Спасибо, коллеги. Следующий вопрос. Про согласование контракта и таблика у нас в отлочных материалах. Мы постарались это делать красиво. Будем стараться на план нашего форума, с чего все началось удержать. И предлагаю здесь тоже. Есть какие-то детали или просто проголосовать? Предлагаю просто, что мы предложили рассмотреть согласовательную составку контактных данных, для того, чтобы мы с вами уже в дальнейшем осуществляем взаимодействие именно по этим контактным данным, по этим телефонам, потому что взаимодействие будет активное, оперативное и, в общем, именно для этого. У меня только одна просьба. Они же будут внутренние? Вы внутренние? Да, у меня телефон все это будет. Только для вашей коммуникации. Как у секретаря комиссии, не для коммуникации с вами. Если дополнение будет, то мы продолжим. Так что? Все, мы включаем. Спасибо. И, коллеги, еще один вопрос, он заключительный вопрос. Мы сегодняшний день заработали на сайте Город Среда. Это сайт, который нашему проектному офису принадлежит. Там открыл сайт Конкурс Город Среда. Я напомню, что мы стараемся максимально вместе с вами, спасибо вам за поддержку, делать это мероприятие публично. Мы уже были в несколько серебряных совещаний, вебинаров, но вместе с вами проводили в Красногорске широкое и большое совещание. Но теперь специальный сайт этого конкурса, чтобы действительно все в онлайн выступления заявок, чтобы все было в открытом воздухе. И вот Георгий Сергей, он с учетом уже голосования, является заместителем Международской группы. Он, кстати, учитывал, что многим людям надо идти очень коротко о работе портала, чтобы все могли, в том числе всех своих коллег, это проводить туда, чтобы все были у вас в онлайн. Пожалуйста. Собственно, я постараюсь очень коротко. Мы постарались создать действительно полностью электронную современную инфраструктуру для субъектов. И задача наша заключается в том, что как бы далеко бы не были, как бы ему удалены, какие-то сложности, часовые, и самые препятствы, сайт – это тот инструмент, который сопровождает вашу работу. Собственно, вы видите фронт-пейдж, который на экране этого сайта, он уже работает. Первое, что вы видите – это телефон горячей линии, который также создан в рамках конкурса, для того, чтобы любой участник мог задать любые вопросы в рамках процедуры, в рамках оформления и так далее. Созданы единые адресы электронной почты конкурса, к которому подключены все авторизованные представители организационного комитета, эксперты, которые обрабатывают эти вещи. И, соответственно, на конкурсе работают счетчики, которые постоянно напоминают, сколько времени осталось до подачи заявки. Далее они напоминать будут нам о том, какие заявки поступили. В режиме реального времени, через специально написанную под этот конкурс программу, собственно, мы будем видеть в основных разделах всю актуальную информацию. График, который, естественно, корректируется в зависимости от изменений и все связанное с коминацией и макризованным кодом. Документация подгружается по мере ее выхода и наполняет раздел с документами. Цель и задачи участники критерия оценки еще здесь представлены, а также все эксперты, которые так или иначе будут задействованы в этом конкурсе. И новостная лента, которая будет рассказывать про все, что есть. Самое главное, что, собственно, этот сайт предлагает, это личные кабинеты участника и эксперта, которые позволяют взаимодействовать дистанционно. Личный кабинет – это, грубо говоря, ваш аккаунт на этом сайте. Он персонифицирован. Осуществляется доступ только по закрытой ссылке. Соблюдены все требования безопасности. У каждого субъекта есть свой логин, свой пароль. Индивидуальные, соответственно, 85 таких актеризорных доступов от субъектов работают. Все заявки выгружаются также в электронном виде. И не только поступают по бумажке, но также выгружаются на сайт. Есть регистрация субъекта для каждого субъекта федерации. Вы видите ее структуру, я не буду ее называть. Она связана с эффективным управлением и взаимодействием с субъектами. Сама заявка выгружается в соответствии с формой, которую вы видите на экране. Это позволяет максимально оперативно обработать информацию. И, соответственно, информация добавит в доступ. Все, что поступает на сайт в режиме реального времени, тут же выводится в виде статистики. Например, мы стали принимать заявки, там выбирается категория проектов, и на экране тут же появляется информация о том, сколько проектов у нас в области общественных пространств, сколько проектов у нас в области набережной, какие у нас проекты поступили от исторических поселений, какие от малых городов и скольких субъектов. То есть сайт – это, по сути, такая супермониторимовая система, которая в режиме реального времени, прямо в момент, когда отправляется информация, выводит статистические данные на фронтпейдж, где все могут видеть все, что происходит, вплоть до последнего дня работы конкурса на всех его этапах. Ну и, соответственно, вы видите последняя паблица оценки конкурсной заявки, она также будет данной в электронном виде. И даже те эксперты, которые, может быть, менее привыкли работать с компьютером, им приятнее работать с влажными носителями, для них будет закрытой человек, который будет носить эти данные, чтобы в режиме онлайн можно было видеть все голосование каждого эксперта, сводные данные и так далее. То есть это такая суперпрограмма, она, на самом деле, написана впервые. То есть наши конкурсные практики, я уже после счета, которую мы знаем, еще никогда такая комплексная, сложная программа не писалась по конкурсу, она будет оттестирована здесь, и я надеюсь, что она потом, на самом деле, станет очень хорошей программной основой для проведения других конкурсов, которые сейчас будут настройств, объекты и так далее, потому что это, в общем, уникальная разработка, которая позволяет все это видеть. Ну и выходные данные. Вот, да. Спасибо большое. Коллеги, но вы когда готовите весь этот уже деталь и дорожную карту по конкурсу, включая эту всю инфраструктуру, мы, откровенно скажу, обратились к нашим друзьям, коллегам Сатарстана, и вот Сергей, активничая команда, которая там работает, и тот, кто организовал много раз эти конкурсы. И спасибо огромное, Сергей Иванович, за помощь нашим коллегам Натальи Фишману, которых здесь с вами сегодня нет. И поэтому мы хотим, условно, чтобы в конкурсе был максимально показательным с точки зрения и темно-экспертических проектов, то есть с точки зрения прозрачности процедуры определения победителей. Потому что на это особенно важна история со справедливостью. Боря права. Министром принято решение, и мы подведем, планируется, что мы подведем вместе с вами итоги конкурса, организовав такое, знаете, шоу-город. Вот тут Оксана Николаевна говорила про то, что муниципалитеты, те, кто уже попадает в фюрал, должны будут провести публичные заявки, очень короткие. Мы хотим, как шоу-город, сделать шоу-город, чтобы это было максимально открыто, красиво, публично. И пока предварительно мы планируем это сделать. В Ярославской области сейчас подведутся организационные дискуссии, передаворы в области, которая имеет большое историческое расследование, огромное количество минималов городов, и городов, которые мы все любим, исторических веселей. Поэтому всех просим тоже. Да, будем сейчас задевать организационные, например, на середине мая. За ради всех членов комиссии хотелось бы попросить в этом шоу-город участвовать, для того, чтобы беспрецедентно по открытости заседание и это действительно даст на будущее толчок всем тем, кто готовит соответствующий конкурс и готовит заведование. Что, действительно, наши муниципальные руководители, и краудачальники, они воодушевились и научились, и научили нас, на самом деле, того, как нужно презентовать, представлять свой город и делать эти муниципалитеты краше, лучше, либо устанавливать эту идентичность, и то наследие, которое есть. У кого какие вопросы на конеч? Спасибо огромное. Спасибо огромное за то, что за первое заседание оно было максимально демократическим и дискуссионным. Спасибо большое.